То есть это не была как домашняя работа, а мы должны были? Для продвинутых студентов, кто уже ушел вперед, может, конечно, посмотреть. Давайте откроем Fitness Data. Вот здесь у нас в Python, Project Data и Fitness Data. Так, окей. Всем виден мой экран? Да. Сохраним копию себе на диск. Извините, в какой папке находится Fitness Data? Это у нас Python, а потом Projects with Data и потом Fitness Data. Как вы видите, мы весь основной Python закончили. Поэтому, да, поздравляю вас. Давайте откроем. Итак, окей, все открыли, все готово. Окей. Итак, фитнес. Давайте представим, что вы решили помочь другу, у которого есть свой фитнес-центр. Он хочет увеличить прибыльность своего бизнеса и найти решения, которые позволят ему это сделать. Вы, как начинающий Data Scientist, решили посоветовать ему собирать данные о клиентах, чтобы сделать некоторые выводы. Окей. И здесь мы сейчас сгенерируем датасет. Да, датасет это данные. Мы сделаем строки, колонки. Да, колонки. И мы импортируем библиотеку Random. И импортируем библиотеку Pandas. Ее мы будем еще изучать дальше. Пока что можем просто просмотреть. Хорошо? Итак. Для начала мы создаем... Нам нужно сделать вот такую вот таблицу. Хотим сделать такую таблицу. У нас будет колонка Client ID. Здесь будет Age. Получается, мы будем... Попросили друга собирать данные о возрасте. Росте. Росте, да. Росте. Весе. Весе. Поле. Есть ли у него тренер или нет тренера. Сколько месяцев он посещает зал. Тариф. Да? У нас разные тарифы. Окей. И сколько он платит. Итак. Я думаю, будет полезно взглянуть на то, как это все сгенерировалось. Потому что здесь везде используется лист Comprehension. Да? Смотрите, что мы сделали. Для того, чтобы сделать список ID. Получается. Этот список, по сути, у нас матрица. Да? Или список со списками. Помните, да? Мы проходили список со списками. И мы говорили то, что элементы глобального списка – это его строки. А элементы внутреннего списка – это его столбцы. И сейчас посмотрим, как ваш шум. Войдя ушло. Окей. Итак. Получается. Мы будем генерить вот такие вот данные. Итак. Что они здесь сделали? ForEye and Range 1000. Мы будем генерить дату для тысячи клиентов. Да? Как будто у нас тысячи клиентов. И что он делает? Мы сначала делаем ID. Какое-то рандомное ID. Мы импортируем random, random range. И в этот список мы вкладываем string, да, наш ID плюс номер, который мы сгенерировали рандомно. Его тоже превращаем в string и склеиваем, получается. Конкатенируем вот этому ID. У нас получится вот такой вот номер. Окей. H. Мы тоже рандомно его сгенерили. Да? От 18 до 60 раз. Сколько раз? Тысячу раз его сгенерили. Hate. Высота. У нас тоже от 150 до 198 сантиметров рандомно. Тысячу раз. Да? Архат, разве это не должны быть вводимые данные? Это могут быть вводимые данные, конечно. Но у нас, видите, мы делаем вид, что мы делаем как бы шаблонный текст, шаблонный такой датасет. Потому что реальных данных у нас нет. А это больше как презентация, да? Да, да, да. Чтобы мы потренировались, мы так рандомные данные собираем и потом с ними будем работать. Сколько у нас настоящих нет. и так. Точно так же мы делаем лист с тысячу весами рандомными, да? От 40 до 120 разумный вес. Потом можем сделать вот такой словарь, да? Где 0 будет значить male, мужчина, и 1 будет значить female, женщина. Окей. Итак, у нас есть такой словарик и чтобы из этого словарика мы делаем колонку пол. И эти значения будут тоже выбираться рандомно и рандомно между этими числами, да? До 2 и for i in range 1000. Окей. Тысяча раз он пройдется, выберет либо 0, либо 1 и положит это сюда в словарь. И в этот лист, sorry. Да? И у нас будет тысяча значений. Итак, тренер. Тоже у нас будет либо тренер есть, либо тренера нету, да? Один или 0. А нам надо это переписывать? Это нет, это у вас и так и так стоит, и так есть напечатание. Что-то я не нашла. Фитнес-дата. скрыта. А, там скрыта. Оно скрыто, да. А, страничится. Окей. Итак, что сделали здесь? Price dictionary. Хорошо, смотрите, они сделали, кстати, что здесь? Long time. Long time. Это у нас месяца. Они проверяют, рандомно сгенерировал, сколько людей, сколько месяцев входит. Да? Окей. Тоже тысячу значений. Так, price. Вот у нас здесь словарь с разными ценами. Да? С разными ценами. И здесь мы сделали словарик, чтобы был 0, 1, 2 и 3. Зачем мы его сделали? Чтобы когда мы, чтобы когда мы, когда он был у нас здесь, чтобы когда мы выбирали, он у нас мог выбраться рандомно. Например, вот у нас тарифы, да? от 0 до 4. И каждая эта цена, каждый элемент в этом словаре будет отвечать за именно этот тариф. У нас загенерятся вот так тысячи тарифов, да? От 0 до 3. Кстати, здесь тоже будет от 0 до 1. От 0 до 1. Окей. И 4 тарифа. И цена. Чему будет равна цена? Цена будет равна i for i in tariff. Получается, у нас генерятся тарифы сначала здесь рандомно, а потом с помощью вот этого словаря мы будем смотреть, какой у него тариф. И смотря на этот тариф, он из словаря вытащит и поставит сюда ему цену. Получается, вот второй тариф 5 тысяч. Окей. Есть вопросы? Итого? Ага. Вот вы же говорите, что цена привязана к тарифу. Да. То, что 0, 1, 2, 3 это вот конкретные тарифы, он откуда берет? 0, 1, 2, 3 эти тарифы мы вот сюда обозначили в словарь. И потом эти тарифы, он здесь рандомно, мы говорим перебери цифры от 0 и до 4, не включительно, да, и рандомно поставь нам тарифы. И он сюда рандомно ставит, либо 0, либо 1, либо 2, либо 3 тысячу раз. Потом, смотря... имею в виду, что вот именно 1, 2, 3 он именно берет из тарифа, где это указано, что он берет именно из тарифа. Вот здесь, в прайсе. Теперь, что мы говорим? Он нам сделал лист с разными рандомными номерами, да, тысячу штук рандомных номеров. Теперь мы говорим, цена будет равняться чему? Price Dictionary, у нас есть Dictionary, и он посмотрит for I in Tarif. Получается, он зайдет сюда в тариф, у нас здесь тысячу разных тарифов, 0, 1, 2, 3. Он посмотрит, что у него здесь. Если 1, он посмотрит Price Dictionary, 1, это какая цена? 3 500. И получается, в Price он сюда уже будет вставлять саму цену. Надеюсь, это понятно? Он будет смотреть, он смотрит пришел первый раз I сюда, в тариф, посмотрел, а, двойка, и потом смотрит, двойка чему равна в Price Dictionary. Двойка равна 5 000. И он сюда поставил 5 000. Окей? Итак, смотрите, как вы видите, у нас этот список с тысячу значениями, этот список тоже с тысячу значениями, этот список тысячу значений, да? Но если мы попытаемся их как-то просто распечатать, у нас будет сначала все ID, у нас будет он не будет выглядеть так, этот список, да? Если у нас будет Client ID, и здесь дальше рандомные именно вот эти ID номера, они пойдут в длину по горизонтали, а не по вертикали. Окей, но мы не закончили. Самое главное, у нас есть такие списки, да? В котором по тысяче значений. Теперь что мы будем делать? Здесь создали переменную label, и в эту переменную поставили все вот эти списки. Получается, это список со списками. Сделали еще одну переменную title. title, мы ее делаем, чтобы поставить сюда заглавление. Название колонок. Теперь мы генерируем таблицу. Как они это сделали? Тоже очень интересно. For I in range 1000. Получается, тысячу раз они будут что-то делать. J for J in label. Получается, он приходит в label, да? первому J из label. Client ID. И что он делает? Он перебирает внутри этого списка? Он говорит, берет эту J, этот элемент, client ID, и оттуда какой элемент он хочет вытащить? Здесь у нас индекс. Все? Да, но сначала I, первый. Получается, он заходит в client ID, хочет вытащить первый список, вытаскивает первый список, идет дальше, идет к age, вытаскивает также еще один, первое значение из списка age, у нас здесь тысячу значений. дальше идет height, тоже вытаскивает первое значение, не забудьте, у нас здесь тысячи рандомно сгенерированных значений. И вот так вот он идет, прошелся по всем, первое значение вытащил, добавил это все в одну, в один список, и уже у нас список получается вот такой, у него есть ID, age, получается у нас список уже выглядит так, и таких списков он делает тысячу, получается делает нам тысячу строк. Хорошо? Итак, у нас здесь стоит такая вот функция, эта функция, она и пользуется библиотекой Panda, и он нам создает DataFrame. Мы будем с этим работать, об этом будем говорить, просто знаете, что мы можем сделать, превратить такую таблицу, которую мы сделали, да, сгенерили, можем его превратить в формат Pandas, DataFrame, и он будет и он будет вот такой вот. Сюда мы пишем Table, саму нашу таблицу, и обозначаем, чему будут равны наши значения колонок. Их мы обозначаем как Title. Да? Окей. Хорошо. Итак, мы только что сгенерили синтетический набор данных, будем считать, что они получены от реального фитнес-центра. Мы имеем Title, список Title, который перечисляет признаки по каждому клиенту. Вот они, список Title, он у нас здесь. И он, по сути, это вот эти названия колонок. Table, это двумерный массив, где каждая строка это отдельный клиент, а столбец это признак. Мы говорили, что он начал делать вот такие вот списки. Здесь, в Table, начал делать такие списки, где в каждом списке есть по каждому элементу из колонки. И потом идет следующий список. И функция Go делает красивое отображение части наших данных для лучшего понимания структуры. Окей, хорошо. Итак, вот у нас наш датасет, можно сказать. Итак, мы видим, что здесь тысячу строк и девять колонок. Колонки, вот они у нас названы. Окей, мы можем распечатать title. Title слишком много сеансов. окей. И table. Сама таблица без конвертирования ее в data frame, если мы запустим саму таблицу и попросим показать от первого по шестой получается, от нулевого по шестой индекс, он нам покажет вот эти значения. Как вы видите, в каждой строке имеется по каждому элементу из из нашего что? Table is not defined. Конечно, потому что мы ничего не запустили. Давайте запустим. И table. Он каждый раз будет генерировать новые случайные списки, получается, да? Да, если мы будем эту кнопку зажимать заново или вот эту, он будет генерировать заново. Получается, да, эту и эту, если мы нажмем, запустим. Окей. Так. Теперь давайте посмотрим. Features. Features очень важное слово. Features это признаки или колонки, означающие следующие. Client ID, уникальное ID клиента, Age, возраст, height, рост, weight, масса, sex, это пол клиента, тренер, индикатор, услуги тренера, ноль без тренера, один с тренером, long time, как долго клиент посещает центр, в количестве месяцев, тип тарифа и прайс, ежемесячная стоимость тарифа. Окей, хорошо. Вы можете дать вашему другу рекомендации касательно того, какие еще данные на ваш взгляд стоит добавить в этот выбор. Окей, хорошо. Итак, давайте для каждого клиента рассчитаем индекс массы тела. Формула расчета берется из гугла. Для расчета потребуется рост в метрах и масса тела в килограммах. Итак, индекс равен наш вес делить на рост в квадрате. Итак, в каждый вложенный список добавьте в конец значение индекс массы тела. И, смотрите, у нас здесь есть одна подсказка. Title append imt индекс массы тела. Получается, куда мы? Мы добавляем наш title сюда. Append добавит в самый конец еще одно название колонки. Еще одно название колонки. Но название это только название. Только название. Что мы будем делать дальше? У кого есть варианты? Ну, чтобы покрасивее было, наверное, надо после веса вставить этот int. Давайте для начала давайте в конец вставим. Давайте пять минут попробуйте подумать и посмотрим, какие решения вы предложите. во-первых, что мы будем делать? Нам нужно добавить еще одну колонку. Мой вам совет посмотреть, как колонки добавлялись до этого. Спасибо. Пока другие пробуют делать, если у кого-то есть вопросы, можете спросить сейчас, если какой-то момент непонятен. Продолжение следует... 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 длина weight у нас какая? Как и длина любого списка, у нас длина weight будет тысяча. Окей. Итак, мы возьмем i отсюда, начнем с первого, первый вес возьмем и разделим его на высоту в квадрате. Окей, хорошо. Теперь мы, как видите, здесь в тайтлы, верхние тайтлы, мы append-imt. Поднимусь сюда. Вот у нас тайтлы. Просто для названия. Как видите, это у нас стринги. У нас здесь есть еще лейблы. Лейблы это у нас список со списками. И в этот список со списками давайте мы вставим наше новое значение, наш новый список. лейбл. Точка append и мы ой, а им ой, а им ой. Окей. теперь, теперь у нас будет и в этом списке у нас будет на один больше список, и здесь у нас будет на одну больше, на один больше тайтла, на одно больше название. Теперь нам нужно будет эту таблицу заново сделать. нам нужно будет ее заново сделать. и снова же результат. Давайте сделаем наш датафрейм. окей. Пробуем запустить. что говорит? он говорит nine columns past, past data had ten columns. получается у нас больше колонн. Почему? Потому что мы вот это не запустили. и проблема здесь в том, что если нажать какой-то какой-то код два раза, он добавит он добавит его в список. Да, он аппендит в список. И когда один раз уже зааппендил в список, если какая-то часть кода неправильная, уже в другой ячейке, и мы опять захотим его зааппендить, там уже будет и так с прошлого раза зааппенденный зааппенденный элемент. Поэтому давайте забьем его заново. А там не надо вам int написать тоже с большой буквы или с маленькой там. Где? Здесь? Да, можно. Что есть маленький? В принципе, это же string. Можно спросить? Мы вот когда уже запустили, мы же изначально уже запустили dev.go, return.pd, data.frame и потом опять, ну, вопрос, когда мы добавляем данные в таблицу? Таблица у нас уже изначально была запущена, и мы этой функции добавляем данные. Зачем нам заново таблицу создавать эту и заново вот эту dev.go прописывать? если мы уже существующую, которая сверху была запущена, добавляем данные? Да. Мы как, у нас есть таблица вот эта, но мы добавляем не в нее. Мы здесь сделали просто еще один список. Но то, что вы говорите, очень логично. И как раз, чтобы это сделать быстро и легче, мы используем у Pandas есть тоже свои инструменты. Я покажу сейчас, как это выглядеть будет. Но сейчас нам это не нужно. Окей? Не, хорошо. Окей, в Pandas там свои инструменты, то что это? Ну, просто я имею в виду, в чем логика сейчас прописывать каждый раз, создавать новую таблицу? А мы можно заапендить? Да? А, мы как бы в AMT, и в Label Append мы не писали именно то, что мы аппендим это в саму таблицу, да? И вот здесь мы прописываем, что мы именно в эту таблицу хотим вшить, да? Нет, вы правы. Мы сейчас таблицу заново сделали. Здесь мы таблицу заново сделали. Но даже если мы зааппендим, вот эту функцию мы все равно будем использовать, потому что таблица у нас уже изменена, и чтобы он ее превратил в DataFrame, нам нужно ее снова прогнать через эту функцию. Окей, спасибо. Окей, хорошо. Итак, я вижу еще один вариант. Как вы видите, здесь добавилась таблица, и в нее вставлены наше значение IMT. Итак, for I in range land weight IND append окей. Да, это тоже правильно. Хорошо. Есть вопросы по тому, как мы получили этот список. Не знаю, я пытался через функцию начать делать, но дальше функцию у меня ничего не прошло. Я просто не понял, куда дальше функцию эту надо подставить. Ну, вы можете сделать for I видите, здесь, где вы пишете weight и height, они вы целые списки делите на целый список. Ну, так нельзя или так можно? Можно, да, новый список вы его вставляете. Я просто сразу хотел два списка, чтобы потом не было мороки, и просто потом подставить append, но потом подумал, зачем append подставлять, если это функция, а функция не в title, не в лист не подставится, и потом бросил это дело. Хорошо. Если мы делаем список, мы можем просто внутри использовать list comprehension, в принципе, та же самая функция, которая пройдется во всем. Окей. Так, давайте поинтерпретируем полученные данные и добавим новую колонку weight status по следующему принципу. Если у нас индекс массы тела меньше 18, то у нас результат будет underweight. Кстати, какие у нас здесь значения? Значения у нас не очень подходящие, мне кажется, здесь. Я думаю, то, что у нас тысячный, да? у нас же в килограммах и в метрах должно было быть, да? Что сделать? Рост, по-моему, сантиметра указан, нужно в метр перевести. Отлично. Давайте посмотрим. Рост у нас, да, правда, в сантиметрах, а вес в килограммах. Окей. Значит, нам нужно, как нам это перевести? хейт разделить на 100. Нет? Да. Ну, мы можем хейт айт килограмма умножить на что говорите? Или килограмм перевести в граммы? Смотрите, не-не-нет, нам не нужны килограммы, нам не вейт, нам нужен хейт, и он у нас в сантиметрах, мы его разделим, давайте на стол, да, и получим метры, и потом уже эти метры возьмем в квадрат. Единственное, сейчас нам нужно будет перезапустить среду выполнения и заново по этому пройтись, потому что там уже мы зааппендели, зааппендели лейбл сюда и тайтл, поэтому можем просто пройтись снова. теперь у нас выглядит более-более-более-менее, мы можем округлить с помощью функции round. Хорошо. Так, если индекс массы тела у нас будет меньше, чем 18,5, у нас будет underweight, если у нас будет, он будет больше 18,5 или меньше, и меньше 25, normalweight, больше или равно 25 или меньше 30, overweight, overweight, IMT больше 30 и меньше 35, это obesity, obesity значит ожирение. Итак, если больше 35 и меньше 40, обесять и второй степени, и если равно или больше 40, то ожирение третьей степени. Итак, нам эта функция уже здесь написана, которая будет на, которая нам распределит по весу, и даст нам вот такие вот лейблы, такие значения, которые мы нашим строкам, к нашим клиентам сюда припишем. Итак, он сначала создал список, список чего? Список вот этих вот кондиций, человека. Итак, если и прописал здесь условия. В принципе, по этому условию есть вопросы? Да. Можно спросить, почему тут стрелочка, и что значит эта стрелочка STR в первом, в первой строке? Эта стрелочка и STR, она показывает, это как дополнительный комментарий к инструкциям, она показывает то, что эта функция берет в себя float, и делает превращает его в STRING. То, что у нас на output будет STRING. А это типа стрелочка это значит превращение? Да, он показывает во что превратиться в конце. окей. Веден и так. У кого-нибудь есть еще вопросы, как это все получилось? Окей, хорошо. и что у нас есть функция? И здесь нам еще одна подсказка, в title запендели будет статус. А после return сразу можно писать? Сюда? Вот этот title append уже автоматически вписан в функцию? Нет. Или нет? Нет, как вы его понять? Он за пределами дефа. Да, абсолютно правильно. Давайте его даже сюда уберем. Окей. Ну, запустим давайте нашу функцию. Все равно она пока ничего не делает. Создадим новый title и давайте попробуем решить. Думаю, можно дать еще 5 минут. Попробуйте решить сами. что нам нужно сделать? Нам добавили новые названия колонки. Нам теперь в эту колонку нужно вставить еще данные. Пархат, простите, по-моему, должно здесь аппендить интер, получается? Вы должны аппендить то, что получится результат вот этой функции. Получается, для каждого элемента элемента из IBM или EMT каждый элемент вы пройдете и смотря на каждый элемент вы зааппендите один из вот этих стрингов. я понял, Только куда вы будете аппендить его? Вам нужен, у нас есть title, это просто название, просто название строки. Нам нужно список. Нам нужен будет список. так. 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 Продолжение следует... 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 В принципе, вот это нам нужно. Отлично. Кстати, здесь в коллабе есть очень интересная фича такая, можно сразу, это кстати новая недавно появилась, можно посмотреть данных, он сразу сделает какие-то чарты. Это мы будем проходить в аналитике, ну я думаю, в принципе, вы сейчас сможете открыть и посмотреть, я думаю, чарты. Читать не так тяжело, уверен, вы справитесь, да? Ох, все, будем проходить это с вами. Окей. Ладно, идем дальше. Add Total Price. У нас есть фичи Тариф и Прайс. Каждый тариф предполагает определенную ежемесячную плату, которая прописана в колонке Прайс. У тарифов 2 и 3 услуги тренера входят в стоимость, а тарифы 0 и 1 такой опции не имеют. Стоимость услуги тренера составляет 4 тысячи часов в месяц. Сформируйте новую колонку Total Price, где для клиентов с тарифом 2 и 3 значения будет соответствовать стоимости тарифа. А для клиентов 0 и 1 будет к стоимости тарифа добавлена стоимость услуги тренера, если клиент ей пользуется. Окей. Получается, мы будем использовать данные из Прайс, да? У тарифов 2 и 3. Давайте откроем. Вот у нас тарифы. 0, 1, 2 и 3, да? У тарифов 2 и 3 услуги тренера входят в стоимость, да? Тарифы 0 и 1 опции не имеют такой. Хорошо. Попробуйте сами. У кого есть предложение, как можно это решить? Мне кажется, через функцию будем решить, да? Можно сделать функцию, да. Давайте напишем функцию для этого. Еще функции что мы будем использовать? Здесь у нас что есть? Есть у нас условия, да? И будем создавать новую колонку TotalPrice. Можно сделать функцию. Делать функцию, которая будет что делать? Которая будет у нас считать общую сумму. Подумайте минут 5. Подумайте. 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 Так что мы знаем, что услуги тренера составляют 4 тысячи сон. Смотрите, мы должны выдать новую стоимость. Если у тарифа 2 и 3 услуги тренера входят в стоимость, у них стоимость поменяется? Нет. У них не поменяется. Поэтому мы можем сказать if тариф. Как у нас пишется тариф? Тариф все равно я. Хорошо. If тариф. Мы просто вернем прайс. Единственное, это ведь у нас функция, что она будет брать на вход. Здесь мы будем брать на вход тариф. Только мы не будем брать... Смотрите, здесь тариф это как переменная. Здесь тоже это как переменная. Она локальная. Она не имеет связи с внешним фактором. Но когда мы будем использовать эту функцию, тогда уже мы будем вставлять эти факторы. Так, Ильдана, я вижу ваше сообщение. For I in INT, потому что у вас в строке, которая подчеркнута, последнее слово, INT. Наверное, у вас должно быть IMT. Хорошо. Окей. Что будем делать дальше? Else, тариф, тариф, тариф плюс трейнер кост. Получается, у нас есть своя цена, да? Своя цена плюс трейнер кост, да? Трейнер кост. Итак, давайте мы посмотрим еще, что у нас будет сюда вводиться. Прайс, откуда он возьмет? Прайс тоже надо будет нам ввести. Кроме прайса, что еще будет? Кажется, ну да, сюда можно ввести, есть тренер или нет, и какой тип тарифа. Сейчас прайс мы можем, как это, что будет возвращать, какие-то прайсы. Прайс будет возвращать тариф и тренер, мы должны ввести, как это, аргументы. Хорошо, хорошо. Так, ну давайте прайс оставим, потому что мы по прайсу будем проходиться. А насчет того, что узнать, есть ли тренер или нет тренера, это нам нужно будет сделать. И как мы это сделаем? Вы знаете, у нас записано это в бинарной форме. Ноль, если нету, один, если есть. В таком случае мы можем сделать просто какую-нибудь переменную. Трейнер юзыч, например, да, использование тренера. И каждый раз, например, мы можем сделать такое условие, да. Это прайс плюс тренер кост, и в тренер юзыч. Если мы так сделаем, он вернет цену и цену за тренера, только если тренер юзыч окажется единицей. Если он окажется нулем, то он его возвращать не будет. Что он сделает? Мы можем здесь написать, else просто вернет цену. Получается, давайте еще раз пройдемся. Мы делаем функцию. Функция на вход берет тариф, спрашивает, какой тариф. Прайс, цену, да. И мы делаем вот это здесь, давайте. Финерий чек, скажем. Эта переменная будет проверять. Если переменная 1. Значит, это будет равно true. И если zero, будет равно false. Последние переменные. Хорошо. Итак, он смотрит. У нас тарифы 2 и 3. Услуга тренера входит в стоимость. Он сразу выдает цену. Теперь, в другом случае, если у нас тарифы не 2 и не 3, он берет цену и добавляет тренера. Но в каком случае он добавляет цену за тренера? Если тренер... Однерка. Здесь однерка, да. В противном случае, если... Как он понимает, что если однерка? Они у нас здесь прописаны. Тренер 1 и 0. Они у нас уже есть. Там просто по-другому вообще написано тренер. Да. Да. Это просто переменная. Сейчас. Но вот как связать тренера и тренер usage? Не связано. Тренер, да, там написано? Ок. Как мы заменили? Мы сказали, зайди в этот список, возьми последний элемент и поменяем его на вот этот элемент, который тоже является списком. Так, вот это давайте пока что удалим. Ок. Что будем дальше делать? Мы можем снова запустить вот этот table. Вопрос. На что мы нажимали, на что мы не нажимали? Да? И когда мы нажимаем, здесь есть галочка зелёная. Так. И теперь у нас корректированная цена. Корректированная цена. Извините, а вот то, что это долгожители, где мы указываем? Или мы вообще это не учитываем? Долгожители. Скорее всего, имеется в виду долгожители, это те, которые посещают центр больше 12 месяцев. Если мы хотим дать скидку по основы на возраст, мы тоже можем дать, да? Просто в условии уже используем не long time, не long time, а что? Age. И там тоже поставим какое-то условие. Я просто так понимаю, что мы должны смотреть вначале на долгожителей, и если они ходят больше 12 месяцев, тогда мы даём им скидку 5%. Можно и так решить, да? Можно и так решить. В принципе, решение будет, логика решения будет такая же. Единственное, что поменяется, это вот это вот условие. Хорошо. Так. Ещё вопрос есть по вот этому заданию? Сейчас, секундочку. А то тоже всё полетело. Хорошо. Так, давайте посмотрим. Давайте оценим, какой процент клиентов пользуются услугами тренера. И для всех клиентов, для клиентов по каждому тарифу. Есть ли что-то интересное в полученных числах? Так, Ильдана, я вижу ваш скриншот. Давайте посмотрим. Can't multiply sequence by non-integer of type float. Да, я смотрю, Ильдана, вы забыли написать в кавычках i после total price list. Можете на экране код показать, пожалуйста? Да, конечно, секунду. А где у нас последние вот эти бонусы и скидки отобразились на листе? В total price, да, получается? Да, в total price. Только мы что сделали? Да, он отобразился в total price. Но у нас был здесь другой список. Мы что сделали? Мы его изменили вот здесь. Его изменили. И потом этот лист, который у нас здесь был, мы его выкинули. Ну, точнее, мы просто поменяли на наш новый скорректированный список. То есть у нас теперь total price не total price, а corrected. Да, правильно. Заметьте то, что title мы не меняли. Title просто остался. Нам, в принципе, его убирать и такое же ставить не надо. Но если бы нужно было, мы бы могли тоже написать title, тоже последний, да, минус один. И туда, получается, поставить новое имя. Окей. Давайте посмотрим. Это уже что? Это окей. Давайте оценим, какой процент клиентов. Как будем решать? Ну, общее количество вывести по протостренерам из всего количества этих клиентов. И тех, кто стренер. И процент. Этот процент. Но, допустим, если будут прибавляться клиенты, то процент будет меняться в будущее. Так же должно работать. Либо можно просто каунт сделать, потому что у нас там только однёрки и нули. В принципе, можно просто каунт сделать и поделительное количество. Да, правильно, правильно. Да, можно так, да. Да, мы можем даже сделать просто сам, сам тренер. Да, просто просуммировать эти единицы, да, вот эти. Да, просуммировать все эти единицы. Окей. Какие ещё у нас здесь есть перемены? Как мы будем считать процент? Вот этот LEN полностью весь. Так, люди, которые используют у нас тренера, да, мы разделим на всех клиентов. На всех клиентов. Кстати, вот здесь LEN тренер, мы можем взять любую другую, любую другую колонку. Они, в принципе, все одинаковые. Все одинаковые, да, будут. Так, окей. Total clients можно и не добавлять, да? Total clients. Ну, здесь можно сразу сюда написать, да. Так, окей. И теперь что мы это умножаем? На 100 умножаем. Правильно. Окей. Теперь для каждого, для клиентов по каждому тарифу. Так. Процент без тренера и процент с тренером, да? Угу. Так, что для этого нам может понадобиться? Ну, от процента с тренером минус процент. От общего количества минус процент с тренером. Общий, так, нет, 100 минус вот этот процент с тренером. То есть, то, что вот это мы процентное посчитали, сколько процентов с тренером. Угу. Да, единственное, нам теперь нужно узнать для каждого тарифа. Процент, процент для каждого тарифа. Например, у первого тарифа, сколько людей пользуются тренером? У второго тарифа, сколько людей пользуются тренером? Какой процент людей? Это иф уже надо, да? Да. Ну, да. Да, конечно. Разделить на все тарифы, да. Можно, да, можно так. Ну, смотрите, тут нам нужно будет для каждого тарифа, по каждому тарифу пройтись. Да, и мы можем, например, написать для тренера. Да. 40, in range. У нас сколько тарифов? У нас всего от нуля до тройки. Поэтому мы можем здесь 4 написать, да? 4 тарифа у нас всего. 4 тарифа. А? 4 тарифа? Да, да, 4 тарифа. Они просто начинаются у нас с нуля. Окей. Так. Сколько у нас клиентов на каждом тарифе? Сколько у нас клиентов в одном тарифе? Как мы можем посчитать? Ну, все там, они как у нас обозначаются? Можно сделать. Каунт, вот этот тариф, первый тариф там, допустим. Потом каунт, второй тариф. Ага. Да, окей, отлично. И что еще нам нужно? Нам нужно узнать, сколько из них используют тренеры, да? Так, получается, client using trainers, или давайте назовем его тариф-тренер. И как мы сможем это найти? Ну, два параметра. Угу. Плюс с тарифом и плюс с тренером. Угу. Или как, нет, сейчас тренер. Если тренер, то еще тариф, плюс тариф. Тарифы, если тариф 2, то каунт столько. Если тариф есть тренер, если тариф с тренером, то вот это, да, посчитать вот эти вот все эти разные тарифы с тренером. Да. Надо будет пройтись вот по каждому тарифу и посмотреть, какой процент, на каждом тарифе, какой процент людей пользуется услугами тренера. Так, следующее, что у нас, рекомендации, да? У нас, к сожалению, не все пользуются услугами тренера, некоторым клиентам он особенно нужен, на наш взгляд. Мы порекомендуем его по скидке 20% для следующих клиентов. Итак, вот у нас будет условие. Для парней мы сделаем скидку 20%, когда, если они от 21 до 35, при этом они должны быть, у них индекс массы тела должна быть нормал или овервейд. Посещение более трех месяцев. Получается, все эти три условия должны присутствовать. Какой оператор мы будем использовать? Нам нужно это, и это, и это, чтобы условия выполнились. Ну, если это, 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 то мы даем 20%, да, процентов? Да, да, отлично. И то же самое мы можем сделать для девушек. Так, и можем создать новую колонку, где будет обозначиться, рекомендуется ли тренер или нет. Получается, если парень, он попадает под все эти условия, ему мы ставим единичку, да, на это место. Если это девушка не попадает под все эти условия, мы ставим там тоже единицу. Если они не попадают, то ноль, кстати. То ноль. Если хотя бы один не попадет, то ноль будет. Думаю, здесь похожая задача, тоже нужно вставить новую колонку, посчитать и поставить условия, как ее вставить и вставить. Между прочим, вот это задание, а, потом у нас прогноз есть, да. Давайте сперва рассчитаем доход центра за месяц. Учтите, тренер получает 3000 сом в месяц за одного клиента. Таким образом, 1000 сом остается в бюджете. Если тренер предоставляется по скидке, то скидка осуществляется за счет центра, а не тренера. Тренер всегда получает 3000 сом. Давайте прикинем, что после получения рекомендаций в тренере 60% согласились. Помните, у нас то, что мы будем делать дома, вот этот ноль и один, порекомендуем тренера. Прикинем то, что 60% согласилось. Вычислим, каким станет ежемесячный доход центра и на сколько процентов он вырастет. Хорошо, я думаю, это будет очень хорошее домашнее задание. Запомните вот эти таблицы. Их мы будем видеть всю жизнь. Как дейта-сайентисты, у нас постоянно работа с таблицами будет. Не всегда, конечно, зависит от данных. Но все равно все данные, которые у вас будут, пусть это будут картинки или звук, или что, оно все будет всегда переводиться в номера. Хорошо. Думаю, на сегодня можем закончить. У кого-нибудь остались вопросы? Да, Пархат, у меня остались. Я вообще не понял последнюю. Последние и предпоследние. Да, вот это. То же самое. Вот эти две, да? Вот эти последние. Да, не, его мы оставили на дом. Мы не доделали. Мы не доделали, да. Мы не доделали. Нет, может, вот этот объяснить, который сверху, сверху. Сверху, давайте. Не, 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 ниже, ниже. Первый. Вот это. Да, вот это. Это тоже мы еще не доделали. Что здесь делаем? Нам нужно, давайте оценим, какой процент клиентов пользуется услугами тренера. И вот для всех клиентов. Мы сначала, вот у нас есть все клиенты, да. Нам нужен процент клиентов, которые пользуются тренером. Получается, мы людей, которые пользуются тренером, поделим на всех людей, которые, в принципе, приходят. И это все умножим на 100. И так мы получим процент. Как мы можем узнать, сколько людей у нас пользуются тренером? Как вы видите, у нас здесь, где люди, там, где люди пользуются тренером, отмечено тренер 1. Мы можем просто суммировать все эти единицы. 0 плюс 1, и так будет 1, да, 0, не посчитает. И так мы можем узнать, сколько у нас людей пользуются тренером. И мы находим процент. Люди, которые пользуются тренером, делим на всех людей, которые к нам приходят, и умножаем на 100. И у нас получится количество всех людей. Но это как бы отдельная табличка будет. Это не новый столбец для той таблицы. Вот это вот будет как раз отдельное что-то. Да, но здесь вообще не нужно в таблицу вставлять. Это мы просто для себя уже как отдельная метрика. Отдельные моменты рассматриваем. Да, да, да. И еще вопрос про прогнозирование в конце. Это мы будем по формуле же считать? Или же есть все-таки какая-то функция прогнозирующая? Давайте посмотрим. Давайте сперва рассчитаем доход центра за месяц. Учтите, тренер получает 3000 месяцев на сон за одного клиента таким образом. Так, прогноз. Прогноз мы вот здесь прикинем то, что после рекомендации на 60% больше будет клиентов. И смотря на это посчитаем. Для начала мы посчитаем, сколько у нас остается. Потому что 3000 мы отдаем тренеру окей. Но если у нас там скидка, скидку мы вычитаем уже не с 3000, а с вот этой 1000, которая приходит к центру. Окей. Потом можно будет вычесть, получается, посчитать, сколько получаем мы в целом денег. Вычесть оттуда деньги, которые мы тратим на тренера. Вычесть оттуда деньги, которые мы тратим на скидку, которые мы в принципе не получаем, по сути. На 60% согласившихся только, да? Да, а потом мы, получается, в этом задании, которое мы должны будем сделать дома, у тех, здесь мы добавим колонку, еще одну. И в этой колонке будет написано один или ноль, смотря на вот это условие. И. Ха. Что мы говорим? Мы узнаем, сколько будущих людей там или. Да, мы узнаем, сколько, скольким людям мы порекомендовали тренингам. Из этих людей, получается, мы можем опять посчитать единицы, да? Вот эта колонка, если у нас будет, recommended, мы можем снова сложить единицы. И мы узнаем, скольким людям мы в целом порекомендовали. И после того, как мы узнаем, мы можем от этого найти 60%. И эти 60% будем считать, что они согласились на тренера. Услуга тренера, услуга тренера у нас 4000, но поскольку мы им рекомендуем, мы делаем скидку 20%. Получается, нам нужно будет посчитать, сколько мы будем получать в целом, если 60% из тех людей, кому мы порекомендовали, согласятся, и мы им еще сделали скидку. В общем, вот эти факторы надо будет посчитать. Если пойти по порядку, думаю, не должно быть путаница. Хорошо? А рекомендовано, это мы как бы сами придумываем? Здесь? Да. Предыдущее задание. Да, предыдущее задание, как мы делаем. Что мы говорим? Мы хотим некоторым нашим клиентам порекомендовать тренера. И порекомендовать тренера, и еще и дать скидку. А, все, я поняла. По нашим существующим. Да, я что-то подумала, что нужно еще набрать. Нет, нет, нет. И вот мы по этому условию, да, по этому условию проходимся и делаем такой список. Окей. Есть еще вопросы? У меня вопрос. Мы в пятницу сможем разобрать оставшиеся задания, если возникнут какие-то вопросы? Которые здесь? Да, 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 здесь. В пятницу. Я надеюсь, если у нас хватит времени, мы можем. Мы сможем, да. Если нет, в крайнем случае, я посмотрю, если смогу вам записать ответ. Хорошо? Еще мы будем, наверное, делать, открывать комнату зумовскую, чтобы вы там немного попрактиковались, могли бы вместе поработать, порешать задачи, посмотреть у кого где какие проблемы. Так, окей. Есть еще вопросы по семинару? Кому непонятно то, что мы сегодня делали? Вначале было более-менее понятно, потом уже, когда пошли вот эти непонятки с самой средой, то потихоньку отстаешь и там... Так, окей, вот до сюда понятно было, когда мы узнали, что добавили там овервейт, андервейт. Это было понятно. Окей, мы что, до этого мы нашли индекс массы, потом мы добавили такие характеристики, и что потом делали мы? Total price мы находили. Как мы находили total price? Мы сделали такую функцию. Сюда мы... Это наши переменные, да? Для себя мы их отметили, что здесь будет тариф, здесь будет цена, а здесь будет факт, есть тренер или нет. Итак, мы говорим тоже тренер, услуги тренера 4000. Окей, если тариф у нас является двойкой или тройкой, поскольку у нас здесь тарифы отмечены от нуля до тройки, то в тариф сам, и так входит услуги тренера. Мы просто выводим цену. Если, если тренер равен единице, да, здесь, смотрите, это не тариф, это тренер, да, в остальных, в остальных тарифах. Если тренер равен единице, то тогда, тогда что будет? Он вернет цену и прибавит к нему... Правимость тренера. И дальше, элиф, да, если тренер будет равен нулю, то мы просто вернем цену, да, получается, если у него нету тренера. Окей, и мы сделали вот такую функцию, туда будет проходить, мы будем вставлять туда каждый тариф, соответствующую цену, и смотреть, если тренер или нет. Вот, делаем новый список, да, TotalPriceList, и получается, эту функцию, этой функцией, которую мы написали, ей пользуемся. Здесь вставляем I, 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 потому что будем проходить по каждому элементу, да. Обязательно в Label мы зааппендим наш этот лист новый, и в Title тоже зааппендим. И что мы сделаем? Мы нашу таблицу заново сделаем, да, чтобы он прошелся по всем элементам в Label, потому что у нас здесь есть новый элемент. И запустим. Запустим с этой функцией. И вот у нас здесь будет TotalPrice. До сюда понятно? Да. Окей. Так, пока понятно. Окей. Дальше что мы сделали? Бонусы и скидки. Мы хотели дать, по нашему условию, мы сделали так, как мы сделали. Мы сделали, мы дали скидку 5% всем, кто ходит больше 12 месяцев. Опять мы делаем нашу функцию. Мы говорим, если делаем переменную нашу, да, 5%. Для чего мы это делаем? Чтобы потом можно было поменять нашу скидку, если вдруг вам заказчик скажет, скидка поменялась. Чтобы мы не искали, а здесь раз и поменяли сразу. Итак, что входит в эту функцию? Long Time. Это количество месяцев. Если оно больше 12, мы возвращаем цену, умноженную на что? На 95%, да? 1 минус 0,05. Вот эта часть понятна, как так получилось? Но это формула, с формулами тяжеловато. Ну, смотрите, мы что делаем? Если у нас скидка 95%, ой, скидка 5%, мы говорим, отними эти 5% от 100, да, единицы, это у нас 100. У нас будет 0,95. И чтобы новую цену найти, она у нас уже не 100%, она у нас 0,95 умножить на старую цену. У меня вопрос. Вот это вот все можно потом, в дальнейшем будет еще проще сделать через библиотеки какие-нибудь? Именно вот это условие со скидкой? Ну, вообще, да. Формулы процентов сразу как-нибудь через библиотеки решать. Проценты вообще сами решаются всегда без каких-то библиотеки, по-моему, да? Здесь по логике. Да, вот это условие ИВ. Если у нас есть условие, если у нас, мы хотим сказать слово «если», то, скорее всего, ИВ будет присутствовать. А насчет библиотек, библиотек очень-очень много. Поэтому, да, может есть что-нибудь такое. Но, в принципе, процент, ну, как бы, там же, в принципе, и не особо тяжело. Вам нужно, вам есть какой-то икс, вы хотите узнать 120% от него, сколько будет, да? Умножайте на 1,2. Хотите узнать, чему будет равно 80% от него? Умножайте на 0,8. Понятно, это с практикой придет. Так, окей. Что мы сделали потом? Если у нас человек ходит меньше 12 месяцев, мы просто вытаскиваем ту же самую Total Price, да? Которая у нас была. Теперь мы делаем новый лист, новый лист с корректированным Total Price. Как мы это делаем? У нас есть вот такая функция. Мы идем в эту функцию и вставляем сюда, сколько человек ходил месяцев, и Total Price, лист, какая у него обычная цена сейчас. Проходимся по ней. И выполняется функция. И вот у нас есть готовый лист уже с новыми ценами. Теперь мы хотим заменить, да? Заменить лист, где у нас выходит Total Price, на Corrected лист, там, где мы уже скорректировали цены. Мы говорим Label минус 1, получается, потому что Label это у нас лист с листами. И туда вставляем, вместо последнего вставляем наш новый лист, Corrected. Снова мы переделываем нашу Table. И у нас выходят новые значения, уже здесь, где со скидкой. Со скидкой, без скидки. Окей. Хорошо. Ну вот, дальше уже идут проценты. Дальше уже идет то, что не надо работать с этим, да? С таблицей. Смотрите, здесь... Просто как отдельные задачки, они идут. Нет, только здесь не надо работать с таблицей. Здесь надо будет работать с таблицей. Нужно будет сделать таблицу, колонку Recommended, и туда еще... И да, тянули 0, да, чтобы по условиям. Здесь будет эта колонка. А вот можно момент еще один? Как колонка добавляется новая? Где вот строка с новой колонкой? Да. TotalPrice, это вот эта новая колонка. Вот эта новая колонка. Мы сюда записали, что здесь будет в новой колонке. Сколько раз оно будет, да? Аж тысячу раз. И потом у нас есть лейбл. Это тоже у нас лист, да? В самом начале. Лист лейбл. Это лист с листами. Лист со всеми вот этими листами. Тайтл. Это лист с стрингами. Зачем нам стринги? Мы их ставим сюда вверх. Мы ими напишем название наших колонок. И тейбл. Тейбл, он, естественно, это функция, которая построит нашу таблицу. Все это понятно. Хорошо. Так, где был вопрос? А, как мы делаем? И, да, вот здесь мы должны зааппендить после того, как мы создаем новый лист. Получается, в той задачке, где нужно рекомендации дать, мы сделаем лист сначала вот так, как-то так, да? Если надо, мы сделаем функцию до этого. Потом через эту функцию добавим лист. Меня слышно? Да. Да, слышно. Потом, вот в этот лист с нашими листами мы добавим новый лист. Он у нас здесь в конце окажется. В тайтл обязательно тоже добавим название. И снова таблицу эту перезапустим. Чтобы она у нас сгенерилась. И все, и она у вас добавится. В конце только что нужно сделать. Вот этот go запустите. Окей. Есть еще вопросы? Окей. Кому непонятна тема? Так, у меня есть один вопрос. А как можно вернуть старые данные? Мы, получается, каждый раз создаем новые данные, когда мы нажимаем на код. А можно ли как-то вернуть старые данные? И еще можно ли в коллабе отменять действия? Потому что иногда бывает то, что ты нажимаешь на один код по два раза и хочется обратно все переделывать. Можно ли это как-то отменить? Я в коллабе кнопку ход назад или Ctrl-Z пока еще не видел. Поэтому, да. Что вы можете сделать? Вы можете remove попробовать сделать. Да? Получается, если вы добавили... В чем может быть ошибка? В том, что вы добавили либо title, один лишний у вас, либо label. И если он у вас лишний есть, то вы можете его просто убрать с помощью remove. А вот еще где среда выполнения, если туда нажать, там будет не просто перезапустить, а перезапустить и выполнить все. То есть не надо будет каждую отдельную... Или вы так делаете? Да, можно так сделать. Можно так сделать. Ну, то есть не нужно будет каждую... Вот Эльдана спрашивала, не нужно будет каждую нажимать. Она сама вам с самого начала все перезапустит. Да, 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 да. Спасибо. Только она будет идти прямо до конца. От начала ей запустят в 3 ячейки. Хорошо. Такой вопрос, можно? Вот когда код пишешь... Когда код пишешь, а ничего не что-нибудь я удалил, есть какие-то горячие клавиши, которые возвращают то, что ты удалил? Здесь есть клавиши Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Y, как в Word-е работают ячейки. Ctrl-I или Y? Ctrl-Y. Ctrl-Z назад, Ctrl-Y вперед. А, про Ctrl-Z знал, а про Ctrl-Y нет. Какие еще есть вопросы? Спасибо. Кому еще что-то непонятно? Наверное, когда будем разбирать, будут еще больше вопросов. Я думаю, если вы пройдетесь как бы... Не начнете сразу с домашнего, а пройдетесь именно по коду, который мы сегодня писали, то будет вам легче. Потому что, например, как добавить строку, как добавить столбик, здесь оно все есть. Мы это все с вами решали. Как сделать функцию, как сделать еще один список. Да, здесь все есть. Вот это если сделать дома, то много можно понять, что потом исполнится. Окей, хорошо. Отлично. Смотрите, у кого... У кого... Кто хочет пройтись дальше, там есть в той же папке на Эйлере задание с картинкой. Кто закончит это, кто захочет, может его тоже проверить. Окей. Еще вопросы есть? Нет. Окей, хорошо. Ладно, главное не стесняйтесь. Если есть вопросы, говорите. Ну, если вопросов нету, то всем хорошего вечера. Спасибо, до свидания. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...